Дагестан 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 Род суицидальных тенденций в последние годы отмечен с 3 до 17%. Последний случай попытки самоубийства был зафиксирован вчера. В редукторном поселке Махачкалы подросток пытался покончить с собой. Вскрыл вены, но, к счастью, скорая приехала вовремя. Парня увезли в больницу. Но есть и те, кого спасти не удалось. В селении Чаевка Кизельюртовского района в сарае мать обнаружила тело повешенной дочери. Еще об одной трагической истории сообщил Мархасов Юрта. 17-летняя девушка прыгнула с многоэтажки. Шокированная общественность недоумевает возможными причинами многочисленных суицидов. Как отмечают эксперты, их может быть и огромное множество. Начиная от буллинга в школе, заканчивая нехваткой внимания от родителей. Зачастую люди видят причину в пагубном влиянии соцсетей. Но психологи говорят, причина кроется глубже. Ну смотрите, социальные сети заходят очень много. Это часть нашей жизни современной. Мы не можем отрицать, что в нашей жизни социальные сети играют уже немаловажную роль. И если ограничиться всем от социальных сетей, то ребенок все равно найдет способ. Поэтому с детьми надо разговаривать, что если даже это произойдет, то ты можешь найти опору не в социальных сетях, а у меня дома, в семье, да, родители тебя поддержат. Дети находят там какую-то поддержку, которую не находят во внешнем мире. Резонанс от этих трагедий вызван, помимо прочего, еще и тем, что наша республика известна крепкими семейными отношениями и особой заботой к младшим. По мнению богослова Идриса Садулаева, первоочередная обязанность оберегать детей от такого рода опасностей все-таки лежит на родителях. Дети, они не виноваты. Они чистые, такие вот, бывает же, как ангелочки. Вокруг их сердец вовремя нужно построить крепость, защитный щит нужно поставить. А это дело рук родителей. Нельзя нам быть и мне, и вам никому нельзя, учитывая поток шквал порочной, пагубной информации этого явления, сегодняшний день, именно воздействие интернета, учитывая этот факт, нам вообще нельзя включить слабеньку. Нам всегда надо быть на чеку, посмотреть, наблюдать за детьми, именно чем они увлекаются. Я бы посоветовал родителям вовремя оформить в сердцах прочный, крепкий иман, веру во Всевышнего Аллаха. Это самый лучший щит и самая прочная крепость. Контроль должен быть не только от родителей. Так считают психологи. Большая ответственность лежит и на школьных педагогах, которые должны отмечать изменения в поведении ребенка. На самом деле это не только родители, потому что в этом участвует также школа, это среда, где ребенок проводит очень много времени. И поэтому задача школьных психологов, педагогов быть очень внимательными и проводить не только тесты с детьми, но разговаривать с ними на эту тему, куда подросток может обратиться, что если у него сложная жизненная ситуация, он не должен с этим справляться сам. Поэтому нужно говорить о службах, которые оказывают такую психологическую помощь. Есть бесплатные круглосуточные службы психологической помощи. То есть их немало на самом деле. И федеральные, и наши местные даже есть. Буллинг в школе очень часто остается незамеченным. Дети проживают сами эти процессы, хотя ребенок не должен проживать это сам. Специалисты говорят, самый опасный возраст от 14 до 16 лет. Именно на него приходится пик суицида. В это время нужно быть к ребенку особенно внимательным. Как правило, только близкие в силах предотвратить попытку самоубийства и помочь ребенку в сложной жизненной ситуации. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. Гигантскую опухоль диаметром 25 сантиметров удалили врачи Республиканской клинической больницы имени Вишневского, жительницы Махачкалы. Женщина поступила в медучреждение с болями в груди, которые усиливались при дыхании. Наблюдалась и сильная асимметрия живота. Правая сторона была намного больше левой. Компьютерная томография показала наличие опухоли. А во время самой операции стало ясно, что это хондрома. После хирургического вмешательства пациентка чувствует себя хорошо. Дальнейшие лечения ей назначат с учетом результатов кистологического исследования. Опухоль исходила из грудной стенки, из нескольких ребер, достигала в размерах 25 сантиметров, прорастала диафрагма, прорастала правую долю печени и уходила в забрешенную клетчатку. Вот такая вот опухоль. И поэтому оперативное лечение заключалось в сечении частично грудной стенки, ребер, диафрагмы, частично правой доли печени и забрешенной клетчатки. Я еще раз подчеркиваю, что если бы вовремя была бы пациентка обследована и проходила бедиспансальное наблюдение, то с вот такой огромной операцией, наверное, и ей бы не пришлось столкнуться. И все прошло бы намного более легче, чем это произошло сегодня. Махачкала оказалась в аутсайдерах по качеству общественного транспорта. Рейтинг регионов по итогам 2023 года составило агентство Симметра совместно с экспертами и членами Ассоциации транспортных инженеров. Анализированы были 100 городов России по следующим показателям. Качество автобусов, стоимость проезда, комфорт и удобство, а также безопасность. Столица Дагестана расположилась на 85-м месте, набрав лишь 44 балла из 100 возможных. 11 февраля в селении Акуша Акушинского района пройдет республиканский маджлиз Богослова Дагестана. Для обсуждения деталей его проведения представители Муфтеатра Республики встретились с местными имамами. Иншаллах, это хорошо, это лучше. Там ни один такого не сделал пока, чтобы вы тоже были, это лучше будет. Иншаллах. Как вы думаете? Муфтеатра Ахмад Хажев, салам тоже передавал. Сказал, салам передавай. Как здоровье, тоже спроси, говорил. Алякем, салам. Вы тоже передай так. Иншаллах, обязательно. Как я в здоровье? Хорошо? Богословы из Акушинского района поблагодарили за оказанное им внимание, а также выказали готовность к полной поддержке в организации мероприятия. Начало маджлиса в 10.00 в Джума-мечети села. Принять участие может любой желающий. Секреты борьбы в кимоно от мастера джиу-джитсу. Чемпион мира Мурат Шейхов провел открытую тренировку в Избирбаше. Семинар «Диалог с молодыми спортсменами» прошел в местном филиале клубе Universal Fighters имени Газангусейна Гмагомеда Джиева. Шейхов показал свой технический арсенал. Это приемы, которые не раз выручали его в самый ответственный момент. Небольшие спортивные хитрости, коронные приемы и тактические уловки. Под чутким контролем своего титулованного гостя дети получили навыки, которые уже совсем скоро они смогут применять на ковре. После мастер-класса Мурат Шейхов отвечал на самые разные вопросы. Как справляться с большими нагрузками и решать самые сложные ситуации на ковре. Основное внимание чемпион акцентировал на дисциплине и строгом соблюдении режима. Всего ценные советы и слова мотивации получили около ста человек. В первую очередь я хочу сказать вам в вашем спорте, в любом спорте, дисциплина. Поставить цели и идти по этой цели, добиться чемпиона мира. Но ее вы не даетесь, если у вас не будет дисциплины. Дисциплина должна быть не только на тренировках. Дисциплина должна быть идея. То, что вы кушаете, то, что вы пьете. Дисциплина вовремя спать, сон должен быть спортсменом. Там не бывает, что хотите, кушайте. Но когда хотите, засыпайте спать и у вас не будет результата. На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok